Это мэр Лау теперь. Это папа сразу после Бухенвальда. На эту экскурсию у дочери героя уйдет не больше минуты. В уголке школьной библиотеки всего несколько фотографий и вырезки статей. Юлия Селетина организовала эту скромную выставку ко дню освобождения Ростова. Именно отсюда ее отца забрали в Бухенвальд. Ему было 14 лет, и он учился в мореходном училище Ростова. Будучи в Краснодаре, его ранило. И когда он был дома, его привезли домой, он лежал дома. Соседка выдала немцам, что вот комсомолец, учится в мореходке. И его забрали в Германию на завод Фау, где делали за Фау под Ваймаром. Федор не упал духом и боролся с фашизмом подпольно. Попался юноша на раздачу листовок и был отправлен в Бухенвальд, как выяснилось, на три долгих года. Именно там он и встретил шестилетнего Исраэля Мириллау, еврейского мальчика. 17-летний подросток взял над ним шефство. Взорвал нашивку с мертвого поляка и выдал за него своего маленького друга. Так Мириллау получил право на жизнь и новое польское имя Юрчик. А в Бухенвальде он рисунки делал, это его рисунки. Вот он себя нарисовал, этого мальчика. Подмену немцы раскрыли и готовились арестовать Федора. Этому помешали американские войска. Когда началась бомбежка, Юрчик испугался и побежал к воротам под обстрел. Федор догнал его и повалил на землю, закрыв своим телом. Этим поступком он второй раз спас жизнь еврейскому мальчику. Он хотел этого мальчика забрать с собой в сынович. Но дело все в том, что оказалось, во взрослом бараке находился его брат родной. Всю семью их расстреляли, а он привез этого мальчика в сумки в Бухенвальд. И тогда, когда обнаружили этого мальчика, его тоже в детский блок. После освобождения Мейриллау вернулся на родину и стал главным раввином Израиля. Но поиски своего спасителя не оставлял десятки лет. Спустя больше полувека ему удалось найти семью Федора. Но сам герой до этого дня не дожил. Анастасия Кованцева, Андрей Токарев. Главное новости. Спасибо.